Водоканал сегодня. Каково состояние инфраструктуры? Председатель правительства дал указание провести мониторинг инженерных сетей. Как отметил Александр Мартынов, они в не очень хорошем состоянии. С какими проблемами сталкивается государственное управление водоснабжения и водоотведения, узнавала Ирина Жекова. Столица. Октябрьский микрорайон. Обычная штатная авария. Меньше трех часов и работы на стадии завершения. Изношенные трубы такая же техника. Но мастерство и опыт работников взяли свое. Авария на водоводе Д-300. Сети изношены под 90%. Устраняются путем накладки хомута на трубу. Без перекрытия района. Воду перекрывают в редких случаях. Жители не должны знать о ремонте. Главный результат. Правда, состояние сетей оставляет желать лучшего. Старые трубы из чугуна и железа. Низкое давление, как следствие ржавчина. В итоге вода в домах низкого качества. Выход – замена труб на полипропиленовые. Этим и занимаются последние годы. За последние три года буквально по водопроводу чисто по террасполю заменено порядка 5 километров водопровода. По системе канализации порядка 4 километров. Водопотребление по террасполю сократилось существенно. Если так посмотреть, в 90-е, 80-е годы мы перекачивали порядка 90 тысяч кубометров в сутки по террасполю. На сегодняшний день это всего-навсего 30 тысяч кубометров. То есть в три раза уменьшились. Понятно, поэтому скорости движения в трубопроводах уменьшились. На капитальную замену труб нужны немалые средства. Пока предприятие тянет только текущий ремонт. Тут выручают инвестиционные доходы. На этот год по нашей инвестиционной программе планируются работы по сумме около 20 миллионов рублей. Это в сети вкладывается, естественно, в сооружения. По капуложению порядка 19 миллионов денег нам выделено. Не планируется, нам выделено, но программа утверждена. Мы работаем в отношении 8 населенных пунктов, где будем ставить локальные очистные сооружения, которые позволят полностью произвести очистку сточных вод именно сельских населенных пунктов. Как пример парканы. Изношенность канализационных сетей привела к тому, что сточные воды сливаются прямо в огород к людям. В других случаях эти отходы стекают в Днестр. Страдает экология. Проблема одна. Оборудованию и сетям уже больше 30 лет, при том, что срок эксплуатации 25. Необходима модернизация предприятия, отметил директор водоканала. Вопрос поднимут на предстоящем совещании с участием руководства правительства.